Братья и сестры, это общение, это нам очередной подарок, который Бог нам даровал в это время сложное, чтобы нам собраться, иметь общение и даже на форме немного семинара обучающего, потому что и назидание есть, и уроки тоже. У меня поручили братья поэтики, чтобы преподать. Я переживаю, знаете, о чем? В детских лагерях поэтики, где-то в других местах тоже поэтики, чтобы не наскучить. Но чтобы было понятно, насколько это важно, расскажу несколько случаев. Наверное, недели две назад собиралась группа детского отдела, которая отвечает за издание литературы, не то, что литературы, а за издание учебников, и там работа над учебником поэтики идет, уже не первый год. И срочно нужно было писать этику для беженцев. И как вы думаете, почему нужно писать? Потому что столько жалоб поступило. Например, два родных брата живут рядом, вечером пьют чай, общаются вместе. Утром один уезжает, резко уехал. Но к уезду он готовился, а брату не сказал. Немало случаев, что пресвитер церкви потом узнает, ищет телефоны, дозванивается. А где вы там находитесь? Не поставили в известность даже пресвитера церкви. Вот так сели и уехали. Война же в стране. И откуда уехали, там еще ни одного взрыва не было, и такое есть. Немало случаев, что приехать приехали, и ведут себя неэтично. Живут у людей. А что это у вас? На каждого члена семьи своя машина? О, круто живете. А куда вы деньги тратите? А что там у вас? А что вы уже там были? Да, мы уже и на чердаке были. Удивительные вещи. Откуда вы взялись такие? У нас... Мы не ожидали таких гостей. Дали молитвенный дом. Дали молитвенный дом. Будете отдельно собираться, вас много. Это наши люди, друзья. И они собрались. Один раз им дали молитвенный дом, братья наши в Германии. И сказали, больше вам дом не дадим. Оставили беспорядок, разбросанные жвачки наклеенные, бумажки, сборники, шнуры, вот все, все это. Они зашли, а у них всегда порядок. Мы вам дали, вы зашли, идеальный был порядок. И вы оставили, как будто бы здесь, здесь, говорит, что-то такое творилось. Тут не Богу люди поклонялись. И звонки, идут звонки. От вас люди приехали. Вы их хоть чему-то учили. Вы о чем проповедовали? И ругают нас. Друзья, у меня нет, наверное, недели, чтобы я прощения не просил. Простите нас. Такие мы, такие наши люди. Простите нас. Некоторым хочу дозвониться, не могу найти. Надо срочно позвонить. Срочно. Погомонить немножко народ. Друзья, это стыдно. Это горе наше. Это наша печаль большая. Это может быть наше упущение. Нам нужно это обратить внимание. Мы прочитаем текст Священного Писания, который записан. Книга-притчи. Буду читать. Первая глава с первого стиха по пятый. Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского. Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность, послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы. Друзья, целая книга, целая книга, целая книга в Священном Писании, о котором здесь сказано такое слово, цель написания, усвоить правила благоразумия. На правила есть критика, тоже в Священном Писании есть такое слово. Правила на правила, заповедь на заповедь, и в нашем естественном человеческом это живет сразу противление, если мы какое-то правило слышим или какую-то заповедь. Но в пределах разумного, здесь довольно здраво написано, усвоить правила и посмотрите, о каких правилах идет речь. Три здесь вида – благоразумие, правосудие, суда и правды. И в этой же главе самое первое начало, как фундамент залаживается, самое первое – начало мудрости, страх Господень. Друзья, всему этикету, всему этикету, вот фундамент – это страх Божий. Из этого все вытекает. Поэтому, может быть, что-то мы, как родители, упускаем, может быть, и проповедники не все могут детали подметить, важные для воспитания на семейных, родительских. Но, друзья, когда есть страх Божий у Отца и Матери, когда есть страх Божий, и настолько он в сердце, настолько человек, страх Божий – это чувство ответственности перед Богом за свои мысли, слова и поступки. Иногда мы переживаем, ну как там дети, вот меня не будет, как дети себя поведут. Они себя поведут так, как я их научил страху Божию. И потом, да, просим из-за этого прощения. Простите за моих детей. Ну а что, дети наши, и будем в смирении, не будем защищаться. Мне нравится позиция Иова. Дети мои, может быть, может быть. И жертвы приносил, и детей приводил, и вопросы задавал к ним, и допускал мысли о них, переживал, чтобы было в страхе Божьем. Итак, друзья, я зачитаю весь, сразу план весь, но излагать весь не буду, он на несколько часов. Общее обучение правилам поведения, этики. Здесь есть культура общения, потом поведение в обществе, следующее – поведение в общественных местах, дальше – поведение на природе, культура речи, культура труда и отношение человека к самому себе. Но, друзья, это на несколько часов, поэтому мы небольшую часть пройдем. Начнем культуру общения. Бог нас создал так, что мы не можем без общения. И всякое общение, оно имеет начало. С чего-то начинается. Общение начинается с приветствия. И нормально, когда мы люди, дети Божьи, приветливые. И дети наши тоже приветливые. Иногда в церквах встречать приходится очень приветливых детей. И приятно, научены, воспитаны, и могут доброе сказать, и место свое знают, как дети. Друзья, это очень хорошо. Здесь встречаем приветливых людей. У приветливого человека взгляд об этом говорит, потому что его состояние, лицо – это зеркало души. И первый у приветливого человека взгляд говорит. Я не знаю, как оно происходит, но думаю, мы все чувствуем, когда к нам подходит человек, с чем он подходит. Или с обличением приходит, или с возмущением, или хочет что-то у нас выпросить. То есть видно, оно видно. Но мы уже детей своих замечаем, и дети нас замечают. Я удивляюсь. Внук, значит, он там провинился, и я решил ему дисциплину применить, строго с ним побеседовать, и был готов его наказать. Вы знаете, он на меня смотрел, не отрывал взора, и еле выдержал его взгляд. Я удивлялся, я удивлялся. Он смотрит, внимательно смотрит. Сразит он меня, или он будет побежен. Но я не сдался на тот момент. И он вел себя хорошо. А если сразит – все, все. Тогда он герой, тогда ничего не сделаешь. Или меня даже не боится. Друзья, дети. Дети – это их природа. И наше влияние, наша внутренняя позиция имеет большое значение. Итак, первое здесь – приветствие. Мы об этом читаем в Священном Писании. Друзья, этому очень много сказано в Писании. Только некоторые тексты Писания. Например, Римлянам 12.10. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, у почтительностью друг друга предупреждайте». Следующий текст Писания. 2 Тимофею 2.24. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем». Друзья, вот это слово «ко всем» я бы отметил, как говорят, красным карандашом. На это нужно обращать внимание. Люди реагируют. Когда к одному человеку одно отношение, к другому – другое. И все. И уже какая-то стена, какое-то отчуждение. Раб Божий, тот, который в Господе, он приветливый ко всем. И к своим братьям и сестрам, и к детям своим, и к родственникам своим, и в церкви, и к соседям. И даже если на дороге остановят полицай, тоже важно быть очень приветливым. Я где-то рассказывал, по России ехал, а там, если видят украинские номера, и нас штрафуют. А я ехал, у меня машина, КАДИК, вот, и была тогда. И, значит, грузовая, а там у меня пассажирское сидение, и там люди сидят. И все, я здесь нарушаю, а там тем более. Вот, и останавливает полицай. Утром, я думаю, ну попался. Что делать, что делать? Часа четыре он останавливает. И говорит мне, доброе утро. Я говорю, вы знаете, так приятно остановил полицай меня, украинского человека с Украины, и пожелал доброго утра. Да пусть вас Бог благословит. Детей ваших, жену вашу, службу вашу. Он говорит, спасибо, спасибо, езжай, езжай, езжай. И я поехал. А меня можно было штрафовать. У меня даже там окна не врезаны, там даже не обделан салон, там просто стоит сидение. И я нарушитель, я везу пассажиров. Вот. А он говорит, езжай. Я так обрадовался. Братья пробудились. Александр Мефодьевич, что случилось? Что случилось? Я говорю, чудеса произошли. Он говорит, расскажи, какие. А, говорит, ты его, я, говорю, тебя отпустил. Друзья, приветливость. Приветливость. Это такое, такое, знаете, вот, ну, бывает едет водитель, значит, нарушает кошелек, денежку взял. Будь приветливый, и можешь бесплатно хорошо проехать, без всяких проблем. Но я не в том, чтобы выгодно было. Рабу Господа так должно быть. Если мы рабы Господа, должно, слово должно, не усматривает рекомендательный характер, не усматривает, может быть, получится, не получится. Раб Господа по-другому не бывает. Он в таком статусе находится. Он приветливый ко всем. Друзья, на это реагируют. Из истории нашего братства, когда группа пошла братьев к Микояну на прием, это в Москве было, и сообщить, что они принесли документы, они добились этого приема. С ними был Батурин от Совета Церквей, были еще братья, и они принесли документы о страданиях, которые совершаются на местах Молдова, Украина, Белоруссия и другие места, какие притеснения. В Ростов сильно тогда страдал. Разгоняли каждое служение. Бедствия были большие. Народ Божий вопил. Около 200 братьев и сестер находились в вузах. И они пришли с этими документами. И теперь их представитель на уровне правительства, он их встретил. И когда он их выслушивал, он запретил одному из... Ну, не буду его фамилию называть, он еще жив. Он ему запретил вообще говорить. А потом они записали. И говорят, культурно и приветливо общался Батурин. Видно, что это человек орудированный, грамотный. Он знал, что говорил. И его слово было веско, и он был человек приветливый. А одному запретил, просто запретил, больше не говори. Строго запретили. Друзья, как важно, раб Божий должен быть приветливым ко всем. Так говорит Священное Писание. Или, как первый текст мы прочитали, будьте братолюбивы друг к другу. Братья, кто запомнил какое-то слово? С нежностью. А почему написано братолюбие и нежность, а к сестрам почему? Сестры, я вас порадую. В вашей природе, в материнстве, нежность естественна. Это естественно. Так оно творцом заложено. А братья, они мужи. И так как у нас есть и ветхая природа, поэтому Писание подчеркивает, с нежностью. Чтобы мы не забывали вот любовь проявлять, отношения добрые, строить. И это все начинается с приветливости, с встречи наших, с расставаний. Тоже есть определенный этикет, как встречаться и расставаться. И нежность. Нежность. Друзья, почему? Мы помним полкие слова, грубые выражения. Порой я встречал людей, которые годами помнят. У них уже прощение попросили, они помнят. Оно кровоточит. И не знаешь даже, что думать об этом человеке. Или он обидчивый, или еще что-то. Друзья, мы люди, мы люди по природе где-то иронимые. И поэтому Писание подчеркивает братолюбивый с нежностью. Друзья, это все касается приветливости. Пример, который мне очень нравится. Я его часто привожу. Это пример Давида. Кстати, Давид был человек приветливый. 1 Царств 25 глава с 5 стиха. Пойдите к Навалу и приветствуйте его от моего имени и скажите так. «Мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему». Друзья, жестокий, грубый мужчина, выслушав приветствие, отреагировал плохо. У него с этикетом было плохо, потому что он человек злой. Он злой человек. Он Навал, и имя его Навал, и значение этого имени Навал, злой человек. И поэтому, когда и до этого он слышал, он говорил, рабов много бегающих, и здесь тоже отреагировал плохо. Он не был человеком приветливым. И он на приветливость не мог отреагировать в состоянии сердца. Поэтому в фундаменте этики лежит страх Божий. И от этого вытекает все. У Навала этого не было. Он был человеком, который все мне, моё я отдам моё, рабам моим мясо приготовленное отдам. Навал на это не способен. А Давид, Давид был способен и такого человека приветствовать. Друзья, рассуждая о приветливости, что я обнаружил? Это записано Даниила, 3 глава, 31 стих. Навуходоносор, царь всем народам, племенам и языкам, мир вам да умножится. Что случилось с человеком, который долгое время строил золотой истукан, очень высокий, собрал представителей власти, организовал хорошие оркестры, музыкальные все там инструменты были, и всё это было организовано. И с угрозою, то есть до этого он угрожал, он собрал на это собрание, и с угрозой, кто не поклонится, печь будет раскалённая, брошен будет печь. И человек, который яростный, гневный, гордый был очень, эгоист был, всё вот так он решил, вот ещё один Бог у нас будет, и вот которому будет вся страна поклоняться. И вдруг этот человек такой приветливый, всем народам, племенам, мир вам да умножится. До этого печка будет, даже он угрожал, в семь раз сильнее, её топили в семь раз сильнее. Друзья, соприкоснувшись с Богом, Сидрахом, Исааком, Динагом, соприкоснувшись с Богом, жесточайший человек, злой человек, представьте себе, людей в печку бросать, это есть вот вообще какое-то, как спать ты будешь после этого, когда, и он же, что удивительно, это на его глазах должно было осуществляться, что это за сердце каменное, что это за, что там внутри у этого человека, и трудно вообразить, настолько может человек стать гордым, жестоким, злым и ужасно, на его глазах людей в печку бросают, те, которые бросают, погибли, ну и всё, как будто бы это мухи погибли, да это же твои служащие погибли, и вдруг, соприкоснувшись с великим Богом, он заговорил так этично, так красиво, как будто бы член церкви, мир вам. Друзья, это эти слова Христос, этими словами людей посылал, учеников проповеду, а этот царь, этот такой нечестивый, злой, мир вам. И ещё мало того, да умножится, да умножится. И у меня здесь такая мысль, когда мы, дети Божьи, познаём Бога, а у нас Богопознание происходит при чтении священного писания, личном самообразовании, духовном, и на богослужениях, слушаем проповеди, друг друга наставляем каждый день, происходит, когда через природу мы Бога познаём, небеса проповедует, 18-й Псалом говорит, соприкоснувшись с Богом, друзья, смотрите, как красиво, какое влияние Бог оказывает на наш дух, на всё наше естество. Мир вам, да умножится. Ну и ещё о приветливости, пример библейский, можно будет открыть, это записано в Евангелии Луки, первая глава, друзья, мы об этом читаем, такие слова, первая глава, буду читать с 26-го стиха, это приветливость небожителя, небожители, они тоже очень и очень приветливые. Луки, первая глава, читаю с 26-го стиха, в шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обручённую мужу именем Иосифу из дома Давидова имя же Деве Мария. Ангел вошед к ней и сказал, радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословена ты между жёнами. Она же, увидевши его, смутилась от слов своих и размышляла, что это было за приветствие. Приветствие оказывает влияние и человек размышляет. Вот небожитель явился. Какой приветливый ангел Гавриил. Это же для нас такая учёба, такой пример. Он ей первое слово, которое сказал, радуйся. Потом он ей говорит, благодатная. Потом говорит, ты обрела благодать у Бога. И вот он ей сказал это всё. Похоже, он это говорил с восторгом. Он говорил приятным голосом. И она смутилась и размышляет, что за приветствие. Я такое приветствие услышала. Такое приветствие. А потом он рассказал, к чему, утешил, успокоил и всё рассказал. Друзья небожители очень приветливые. И мы можем этому немало найти текстов Священного Писания, что действительно небожители, они приветливые. И нам с вами, детям Божьим, нужно быть людьми приветливыми. Я не знаю, я боюсь говорить о каких-то особенностях людей, вот там, какой нации своё. Но об одной нации скажу. Несколько раз мне приходилось быть в Армении. Мне говорили, что люди, ну, армяне очень приветливые. даже если два мужчины решили выяснить отношения, и один к нему пришёл подраться, сначала попьют чай, а потом подерутся. Даже до такого. Я подумал, шутка, спросил, говорят, точно, приветливость у них выше всего. Сначала они попьют чай, а потом они будут решать, что будет. Друзья, и когда там был, я удивлялся. Ну, разные же люди, нас, например, ну, на пропусках там встречают, там где-то власть имеющая встречают, где-то там паспортный контроль, потом ещё, потом мы же с этими справками ковид там тоже проходишь, вот смотрят справку, Друзья, действительно, вот на всяком уровне, даже на такси бывало, нас возились, не успевали братья подъехать. Очень приветливые люди, я удивлялся. Верующие, очень приветливые. Но настолько верующие, они, там же их мало, а братья приедет больше, чем там на месте порой есть. Они их готовят, стараются, и внимание. И вот сядем за стол, они нам поют, на армянском поют, на это. Видно, что сёстры уставшие очень, стараются, и в дорогу, и там, ну, настолько, настолько удивительно, удивительно, такие приветливые люди, я слышал, что приветливые, они, если встретятся друг с другом, это пройдет какое-то время, он и жене скажет, доброе, и жену твою, чтобы Бог благословил. Они имя Бога очень чтят, они вообще христиане считаются. и жене, и детям, и пусть Бог всё твоё благословит. Тот говорит, у меня ещё коза есть, и козу твою пусть благословит. Всё, всё. А ещё, говорит, кролики, и кроликов тоже. А что ещё есть? И это, вы знаете, на полном серьёзе, слушаешь, удивляешься. Они настолько, я там раньше встану, пройдусь немножко, походить, потому что целый день сидеть, вот, пройдусь, и слышишь, видишь, как они общаются, удивляешься. Удивительно. Ну, я думаю, что христиане должны быть приветливы больше, чем армяне. Потому что мы рабы Господа. Потому что Господь наш такой. Господь наш, Его, Его сущность, мы Ему служим, мы служащие Бога, мы отличаемся от других людей. И поэтому не обязательно быть армянами, чтобы быть приветливыми, или жить в Армении. Можно и на Украине быть очень приветливыми людьми. Друзья, следующее, наверное, мы по общению кратко поговорим, и все. Общение со старшими, младшими и равными себе по возрасту и положению. Друзья, здесь тоже есть определенный этикет общения, который не то, что он в обществе разрушается, он все-таки требования имеет свои. Но в целом общество, сегодняшнее общество, оно теряет те принципы, которые имели отцы наши, потом у дедушек, у бабушек, вот, они вот теряют эти принципы, теряются, оно как-то, границы размываются эти, и поэтому, может быть, подойти ребенок и так с тобой поговорить, удивляться приходится. Я в одной местности идет от служения, очищения, освящения, это не в этом году, было давно было. Я сижу в машине, братья беседуют с сестрою, и видно, какой-то вопрос, ну, так и было, потом я понадобился, и ее сын, он даже не подросток был, ему тогда было, может, лет 10, может, 11. Он вышел, встал на порог молитвен дома и смотрит на меня, машет в нее так, показывает, тебя ждут, я сижу, он, ну, как бы, ты что, не понял? Ну, все, я встал, думаю, может, он хоть что-то ставит, так демонстративно встал, все, я дверь себе открыл, захожу, я служитель церкви, я пресвитер церкви, я отец, он мне сын по возрасту, и вот такой этикет, и все, я пришел там, ну, когда я пришел, я понял, почему так, вот там у мамы его, ко мне вопросы были, она знает, как пресвитер должен быть, и прочее, и прочее, вот, друзья, все-таки страх Божий, страх Божий, мы переживем, и пресвитер переживет, и родители перетерпят, и еще кто-то перенесет, но человек с этим багажом в жизнь войдет, человек сформирует отношение к себе, люди, смотря на него в будущем, будут смотреть, вот такие верующие все, и на имя Господа может быть поношение, и кто будет этому учить, наша задача, нам, родителям, на это обращать внимание, в нашей повседневной жизни, даже наше общение между собой, наш, вот обычный, повседневная жизнь, формирует их отношения, их разговоры, их этикет, все формирует, но опять же в фундаменте страх Божий, это начало всех, начало, друзья, я думаю, что мне на этом нужно было бы остановиться, только текст зачитаю, это записано 1-й в Солоникийцам, 5-я глава, буду читать, 12-го стиха, «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью, за дело их, будьте в мире между собою». Друзья, это начинается с семьи, когда уважают труд матери, когда ей благодарят за то, что она вкусно приготовила, это делает муж, и этому подражают дети. Когда уважают труд отца, нужно вообще на это реагировать так, если вдруг, я так реагирую, если мне жена говорит, посмотри, я вот там цветы посадила, мне уже должно быть стыдно, я должен был увидеть, что она что-то сделала, увидеть и сказать ей что-то доброе, и все, она дальше больше сделает, она со своей стороны что-то увидит, скажет доброе. Друзья, этикет общения очень имеет большое значение, нормально проповедника похвалить за проповедь. Вот мы сейчас ездим, вот бываем по церквам, я удивляюсь, есть хорошие воспитанные, даже дети подойдут, спасибо за проповедь. И вы знаете, думаю, надо готовиться, серьезно, надо стараться, все. Оно же поощряет, поощряет к любви, к добрым делам. Похвалите свою жену, она же готовит каждый день вам. И посмотрите, стол преобразится, похвалите мужа, он что-то сделал, может не так сделал, но все равно сделал, он же старался. Вот, не говорите, как руки там откуда, нельзя это говорить. Вы его пошлите, пошлите его, и посмотрите, да золотые руки у вашего мужа. Просто он сам, наверное, об этом не знает, вы ему об этом скажите. Будь со словом осторожен, не бросай его с плеча. В слове, весь твой разум сложен, сложен в слове сердце и душа. И обратите внимание на тружеников церкви, на служителей, которых служение на виду, и вы знаете все их недостатки, о детях их. Но найдите, за что сказать доброе, сказать слова поощрения, и посмотрите, церкви расцветут. Пусть Бог благословит нас, помнит начало этому, страх Божий. Аминь. Аминь. Аминь.